Где глаз празднующих и лики торжествующих, из света пресносущного видения, где блаженный пир Христов, полное вечных благ, трапеза и питье новое, о котором сказал Христос, говорю вам, что не буду более пить отныне от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. А царствие же этом, имея взяться на небо, сказал он ученикам своим, иду приготовить место вам. Если пойду и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к себе. Да где я, там и вы будете. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. И в другом месте опять говорит. В тот день уразумеете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. И в ином месте опять. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы где я, там, и они были со мной. Да видит славу мою, которую дал ты мне, как возлюбил меня прежде создания мира. А чтобы дать разуметь, что не об апостолах только были слова эти, но и о всех верующих, сказал он опять. Не о них же молю только, но и о верующих по слову их ради в меня. Да все едино будет. Как ты, отче, во мне, и я в тебе. Да и те в нас едино будут. Что утешительнее этих слов и что убедительнее? Какую не может умягчить эта душу? Какое сердце не сокрушить? Каменным справедливо назвал бы иной такое сердце, а не человеческим. Помышляя об этом, святые благодушно претерпели все, что терпели, почитая скорби, радостями, тесноты, простором, страдания, наслаждениями, труды, подвижнические утешениями, смерть жизнью. Почему и мы, так как к одной с ними стремимся цели, и той же ищем Пасхи, будем переносить мужественно все находящее неприятное, не падая под тяжестью его и не малодушествуя, но более возбуждаясь к пламенейшей ревности? Змея же лукавому, разнообразную строящему против нас козни с помощью наших страстей, преобразующемуся в ангела света и вещи, преобразующему в то, чем они не есть, показывать тьму светом и горькое сладким, «Не внимайте!» Так прельстил он прародителя нашего, обворожив его зрение и показав ему прекрасным непрекрасное, и затем через вкушение извергший его из рая. Но мы, зная по опыту, что он льстивый обманщик, не дадим себе выступить из рая заповедей, и когда покажет он нам плод красивым, не остановим на нем око души нашей и тела нашего, но всячески будем избегать воззрений на него, чтобы не прельститься. Что же это за плод, кажущийся красным? Тлодская любовь, злое похотение каждой из пагубных страстей, чего избежав, спасены будем, исподобимся со всеми святыми, праздновать вечную Пасху. 221 Зима прошла. Наступила весна, и видим тварь Божия оживающую. Растения расцветают, земля покрывается зеленью. Пернатые распивают, все прочее обновляется. И мы тем наслаждаемся и славим премудрого художника всяческих Бога. Каждое лето, как бы пересозидающего и преобразующего тварь свою, осязательно удостоверяясь через это, как невидимое его создание мира через рассматривание творений видимо. Так что люди безответны. Нам, впрочем, не следует на этом одном останавливаться, но далее простирать мысленный взор свой. И самих себе увидеть отображение происходящего в тварях. Как? Через следующее сравнение. Как этой видимой твари обновление причиной имеет зиму, в которой земля и все, что на ней подвергается неприятному влиянию снегов, дождей и бурь, так бывает и с душою, что если она прежде не претерпит зимы скорбей, лишений и бедствий, то не даст цветов, не даст и плодов. А если перетерпит все такое, то приносит ожидаемые плоды и получает за то благословение от Бога, как написано. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злаки, полезная для тех, которыми возделывается, приемлет благословение от Бога. Будем же и мы переносить всякую скорбь, всякое лишение и всякое искушение, видимое и невидимое нападающее на нас, в этот проходимый нами пост, во лжбе и жажде и во всех прочих злостраданиях, чтобы явиться плодоносными и получить благословение от Бога. И не это только, но и чтобы напитать и странно приять Господа Иисуса. Ибо как мы услаждаемся видением твари зеленеющей, цветущей, плодоносящей, так он видением души нашей, духовно цветущей, плодоносной. Какие же это плоды? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот чем он питается, чем услаждается. И блажен так, питающий его, потому он и им зато будет питаем вечными благами. Блажен так, странно приемлющий его, потому что он и им странно прият будет в Царстве и Небесном. «Земного царя, если кто примет в дом свой, так много радуется и веселится, не тем ли более приемлющий к себе царя царствующих и Господа господствующих». А что он действительно приемлется, это видно и из им самим сказанных слов. «Если кто любит меня, слово мое соблюдет, и отец мой возлюбит его, и к нему придем, и обитель у него сотворим». «И опять, имеющий заповеди мои, соблюдающий их, тот любит меня, а любящий меня возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Если таковы обетования, то будем не переносить только все, но и с радостью это делать. «Слышишь, что говорит апостол, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, ибо исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело Его, которое есть в Церковь». И что говорит святой Иаков, «всякую радость имейте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что искушение вашей веры соделывает терпение». «Терпение же дело совершенно да имеет, да будете совершенны и все целы, и ни в чем не иметь нужды». «Видите ли, что в искушениях радость и в скорбях веселье? Так жили святые, так понудим себя жить и мы, чтобы, понудясь по следам их, шествовать, зато вместе с ними царствие небесное наследовать». 222. «Вот уже на самых последних пределах поста находимся, ибо, как видите, кончается он. Из древних времен дошедший до нас письменное свидетельство удостоверяет нас, что в это время возвращались обратно в свои обители блаженные отцы, в пределах Святого Града Иерусалима, в пустынях, проводившие Святую Четыридесятницу, и как начатки, теперь приносившие в дар великодоровитому владыке и Богу, высокие добродетели, в каких кто преуспел, наиболее в этих пустынических подвигах. Немалое, что и недостойное, приносите и вы, каждый по силе своей, не недостойное. А один приносит Госпожу всех добродетелей любовь, другой – богосветлое, смиренно-мудрее, тот – христоподражательное послушание, этот неусыпное трезвение в молитве и псалмопении, набдениях, иной особенной усердии в исполнении рукодельных трудов, не недостойны похвалы и пресечения рассеянности, удержание неблаговременных вздираний, скромность в походке, благоразумие в ответах и взаимнообращении. Не стану говорить об обуздании дерзости, об отложении многословия, о воздержании в пище, об отгнании многоспания, о внимании к стихословиям и, наконец, что следовало бы поставить на первом месте, о блаженном и мученическом освещении своей воли, которая, как единую истинную жертву, более всего требует от нас Господь. Каждое из исчисленных качеств есть доброе и преподобное приношение. И дерзаю сказать, что из вас никто не явится, тощ, пред лице Бога, но всякое свое добро принесет. Создали вы таким образом на основании своего подвижничества золото, серебро и драгоценные камни, дела, не сгораемые на огне будущего испытания, а не такие, которые апостолу подобляют сену, дереву и соломе. Каковы грехолюбие, рабство страстям, срамословие, срамомыслие, тайноедение, лжесловесие, враждолюбие и другое все подобное этому. Так как вы в немногие постнические дни соделались обладателями таких духовных сокровищ, то не попустим себе сгубить их с переменой или по причине перемены времени, не поддадимся супостату и противоборству нашему. Но пусть изменяется время, и дни настанут иные, но вы в своей покорности воле Божией и в своей к нему любви прибудьте неизменны. Или, пожалуй, будьте изменчивы, только изменением благим, меньшее совершенство заменяя большим, из искры делаясь светильником горящим, из звезды изменяясь в луну, из луны преобразуясь в солнце. Только не стойте и назад не обращайтесь к утехам мира, приходящим как сон, но подвергающих вечному горению в огне. И так прошу, как доселе пребывали вы в богоугодном благонастроении, так спразднуем и праздник вае, и совершим отверстие врат монастырских, приемлем имеющих войти к нам, и свидание и беседу с нами устроим так, чтобы все послужило во славу Божию, и чтобы видящие вас сказали, что Бог есть в вас, как в храме своем по божественному апостолу. Так действуя мы, и святую великую пасху спразднуем богоугодно, сообразуясь страстям христовым, и светом воскресения осееваем и бывая. Сказал Господь в Евангелию, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеял вас, как пшеницу, я же молился о тебе, да не оскудеет вера твоя. Таковое нечто и над нами смиренными случилось, но всеблагой Бог не оставил нас опечаленными быть более, нежели можем, но сотворил с искушением и избытие, чтобы мы могли перенести. Вы знаете, о чем я говорю? Принял я ваше братолюбное пострадание, как богоугодное, спасительное и похвальное, по сказанному от апостола. Все сие самое, я же побози, оскорбитесь о вам. Сколько соделало в вас старания, но ответ, но негодование, но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение, во всем представили себя вы чистым быть в этом деле. 2 Коринфянам 7.11 Такое ваше расположение есть истинное братское, какого требует и Слово истины, ибо говорит, если страждет один член, то с ним страждут и все члены. Если же славится один член, с ним радуются и все члены. Ты же посмотри мне, каково старание и рачение у дьявола, как он, как лев рыкающий ходит, кого поглотить, кого схватить, как ловитву отчасти или всецело, ибо он, когда ухватит кого отчасти, не довольствуется тем, но все простирается на худшее, пока не причинит смерти греховно. Именно, во-первых, покушается он сделать, чтобы мы приняли прилог, о том, чтобы в сердце замыслили что-либо худое, осквернив же и заразив таким образом душу. Он соблазняет ее выступить из пределов естества и делает ее безумной, бессловесной, слепою, стремящейся к недолжному. Вместо света ко тьме, вместо сладости – горести, вместо жизни – к смерти. Такова беда от искусителя. Мы же, братья, всяким хранением будем влюсти свои души, не давая места дьяволу, но тотчас отгоняя самый прилог, если будем побеждены в этом, по крайней мере, не осквернимся сочувствием. Если и тут потерпим неудачу, то не дадим себе долго пребывать в этом настроении, чтобы не склониться на грех. Случается же это с нами от прежних пристрастий, от воспоминаний. Но будем бегать пристрастий, будем бегать юношеских воспоминаний, ибо заходить туда и там бывать воображением, что другое есть, как невозвращение сердцем в Египет, чего берещись нам надлежит по внутреннему человеку, а относительно же внешнего делать то, с чему учит апостол. Всякое слово гнилоэда не исходит из уст ваших, но только что добро к созидании веры додаст благодать слышащим. И не оскорбяйте Духа Святого Божия, которым вы знаменались в день избавления, запечатлены. Всякое гореще, гнев и ярость, и крик, и хула, злоречия, да будут удалены от вас со всякой злобою. Бывайте же друг ко другу добры, милосердны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вам. При этом будем избегать оставления обители, как причины падения. Увы, братья твои внутри двора, а ты вне. Братья твои в безмолвии, а ты в своесловии. Братья твои покоятся, а ты переходишь с места на место туда и сюда. Отсюда соблазны, отсюда падения. Овца, оторвавшаяся от стадо, чему подвергается? Недобычей ли зверей бывает она, так и отбегающая от братства. Но да не будет этого, братья, отнюдь да не будет. Все же благообразные по чину добывают у вас. Все со вниманием и осторожностью. Все, как перед лицем Господа, видящего и сокровенное наше, и явное, и что днем, и что ночью. И все, что бывает по всякому движению нашему телесному и мысленному, да будет таким образом непреткновенно и иудеям, и еленам, и церкви Божией. И об этом довольна. Поскольку же четыре десятницы кончается, то дадим славу Богу, сподобившему нас совершить ее и давшему нам силу подъять обычные в продолжении ее подвиги. Вот труд прошел, а награда пребывает. Тело утончилось, но потучнел дух. Тучнете и освящайтесь более и более. И всесовершенный ваш дух, душа и тело непорочны в пришествии Господа нашего Иисуса Христа да сохранится. 224. Сподобившись благодатью Христовой совершить Святую Пасху, возьмемся опять за дела свои, так, однако, чтобы работать и вместе воспоминать о животворящих страстях Спасителя нашего Иисуса Христа и славном воскресении Его. Ибо никак не следует допускать, чтобы с минованием Пасхи миновала вместе и память об этом. Но всегда будем приводить перед очи ума спасительные страсти Господа Его, Его распятие, погребение и воскресение. Дабы непрестанно занимая ум такими предметами, были мы неуловимы для страстей. Если же когда по невниманию и уловлены будем, то поскорее возрим на распятого Иисуса Господа славы, и тотчас воссияет исцеление душам нашим. Так и Израиль древний, когда ужаляем был змеями, возревал на медного змея и тотчас исцелялся. Известно же вам, что злые помыслы ужаливают, подобно змеям вливая в душу яд, который совсем тщанием надлежит поскорее изъять, как только это случится, чтобы промедлением не сделать раны трудноизлечимую. Видите, теперь весна. Она есть родительница крови, а кровь плоти. Плоть походствует на душу, а дух на плоть. Так что усиление плоти ослабляет дух, а усиление духа ослабляет плоть. Будем же осмотрительны. И в употреблении пищи, питья, сна и всего другого станем держать строгую меру, чтобы иначе тело не взяло верха над душой, а напротив, чтобы душа одерживала победу над телом. Бегущий на ресталище не когда одну или две стадии пробежит, провозглашается победителем, а когда пробежит все и первым прибежит к назначенной черте. Так и мы никогда четыридесятницу или пятидесятницу проведем, как должно уже победителей есть. Но говорю вам, что если всю жизнь свою не прибудем в бдительном подвиге, то не избежимся те дьявола и победы и награды не получим. Почему еще и еще добрым подвигом подвязаться будем, еще и еще будем проливать пот для стяжания добродетелей, еще и еще утесним плоть, еще и еще поработим тело, еще и еще будем прогонять страсти, всегда мертвость Господа Иисуса в теле своем нося, всегда осуждение смерти сами себе имея, ибо, конечно, и мы умрем, так же, как отцы наши и братья, и приставимся от сели, и отыдем в места странные, и увидим виды, которые не видали. Страшно слово об этом, и выступление приводит имеющего ум. Почему в страхе и трепете, пребывая, будем в строгом порядке держать свои чувства, и всячески оберегать себя от суетного слышания, от вредного видения, от изнеживающего запаха и от всякого опасного шага, всех себя всецело посвящая Богу Святому, да благоугодив Ему наследниками, соделаемся вечных благ. Итак, 225. Пасха прошла, и праздник кончился, но радование или празднование, если хотите, не прошло, ибо духовно нам должно всегда радоваться и праздновать, по слову апостола. Радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю, радуйтесь. И Страстная Седмица прошла, но память о страданиях Христа, Спасителя нашего, да будет у нас всегда нова и жива. То есть память о том, что Господь слава за нас распрялся и погребен, и воскрес в третий день, совоскресил и сожилотворив и нас с тобою. Да мы, живущие, живем уже не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Так, чтобы с дерзновением могли говорить словами апостола, «Уже живу не я, но живет во мне Христос, а что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И вот какой вывод из этого таинства. Надлежит нам быть мертвыми для мира и жить для единого Бога. Поэтому и после Пасхи должны мы трезвиться и бодрствовать, молиться и сокрушаться, слезы источать и просвещаться, всегда мертвость Господа Иисуса на теле носить, каждодневно умирать произволением, всегда разлучаться мысленно с телом и отходить ко Господу через удаление от мудрований плоти. Не говори, теперь не четыредесятница, для трезвенства еще всегда четыредесятница. Не говори уж, я давно подвязаюсь и имею нужду в упокоении. Здесь на земле нет покоя. Не говори, я устарел в добродетели и не боюсь. Страх изменения и падения никогда не должен отходить, ибо многих устаревших в добродетели не извергал сатана в руку греха в одно мгновение времени. Так что, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. И думающий, добре охраняемым быть, охраненным, да бережется, не оставлен ли без всякой охраны. Да будет же у нас всегда охранение и внимание, строгая мера и во сне, и в пище, и в питье, и во всем другом, чтобы тело всегда было под гнетом и в порабощении, дабы иначе оно, как юное жеребя, взыграв, не извергло нас стремнину греха. Я наказывал вам в недавнем поучении не отособляться и не оставаться наедине в скрытных местах, а некоторые из вас все же были в них опять. Что хотите? Жезлом ли к вам прийтили с любовью и духом кротости? Всяко я говорил, и вы не послушались. Всяко видели вы, что брат ваш понес за это эпитемию, и вы не удержали себя. Внимайте, чтоб кто не впал в тот же род греха. Ни напрасно и ни везде говорятся поучения. Бог есть Бог мира, но не Бог, не устройство. Все благообразно и по чину добывает, да о всем славится в нас Господь. Оттуда и отсюда сходящиеся, братья, внимайте себе, где и как сесть, и как сообращаться, не как получившее разрешение на все, но как связанное духом, не как никем не назираемое, но как назираемое Господом, видящим всякое движение и всякое действие ваше. Не кружитесь туда и сюда, как влекомые, но будьте как отдыхающие в странствиях своих. Внимайте рукоделию, молитвам и псалмопениям вашим. Ничего не сокровиществуйте себе здесь серебролюбно, но довольствуйтесь тем, что есть. И Господь сам сказал, не оставлю тебя и не презрю тебя. Иисуса Новина 1.5 Так что у нас всякое с дерзновением может говорить, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте о братьях ваших, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Таков блаженный домитиан, которого мы воспели и память которого со святыми. Какую куплю совершил он? Какую жизнь провел? Немногими трудами и подвигами какое стяжал он вечное наследие? Был он человек бедный, незначительный по плоти. Но поскольку избрал он себе добродетель и возлюбил Бога, то Бог и возвысил его по слову Писанию. Только прославляющих меня прославли, уничижающих меня бесчестные будут. Радоваться и веселиться надлежит о таких братьях. Но какая от этого польза, если мы не привнесем к этому нечто и со своей стороны? Привнесши же по силе своей, будем иметь часть со святыми во Христе Иисусе Господе нашим. 226. «Радостью радуемся, смиренные мы, видя вас каждогодно приходящими сюда и как бы вторую Пасху празднуем, пришествие ваше. Но как вы приносите нам плотское, каждый, что рука его обрела у себя, так и мы, как бы в некое уравнение, предложим вам духовное. Итак, прошу вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. Ходите достойно звания монашеского, достойно исповедания, исповеданного нами, и гонения претерпенного за Господа. Живите, житие ваше имуще добро в мире. Да о нем же клевещут вас, как злодеев, усрамятся, видя на деле ваше доброе поведение. Постараемся, как для себя самих, так и для противящихся истине, твердо благоустроенную представить жизнь нашу, благое во взаимных обращениях, соблюдая поведение, и в добрых начинаниях, руководясь добрыми правилами. В церковь ли собрались, будем соблюдать правила апостольские. Каждый из вас говорит апостол, псалом ли имеет, учение ли, язык ли, все это добудет к созиданию. Или проходим куда по нужде, будем проходить благоговейно, чтобы на лице нашем как бы благодать некая просеивала в назидание видящих. Или с женщиной случится вести беседу, будем говорить с нею с полным вниманием, скромно сдерживая очи от воззрения, чтобы не приять постно и стрелы в сердце. Одним словом, все должно делать во славу Бога, возлюбившего нас и предавшего себя за нас. Которого любовь выступление приводит любитель, не попуская ему принадлежать себе, но одному тому, кого любит он. Что можно видеть и на любящих себя, душевно или плотски. Когда муж любит жену, то всего себя предает любимый, ею одной как бы дыша, а не непрестанно мечтая. Хоть на солнце ему укажи, не захочет смотреть на него, а только на свою вожделенную. Хоть трапезу предложи, не захочет принять в ней участие от желания быть с одной любимостей. Но что краше владыки Христа, что сладостнее блаженной любви его, не если он красен добротой волей сынов человеческих, не если он сладость и весь желание, Песень 5.16, показывая это, то есть теплоту любви своей к нему, святые взывают. Кто? Каким, как желает олень на источнике воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Кто опять? Любовь Божия обдержит нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. Христ тоже за всех умер. Да живущие уже живут не для себя. Но за умершего за них и воскресшего. Вот какой любовью возлюбил Бог мир. И вот как сильно и неудержимо сам возлюблен был святыми. Мы же, поскольку любим его не горячо, то бываем пленяемы помыслами злыми и пожеланиями плотскими, встречая потом скорбь вместо удовольствия, гореще вместо сладости, тревоги вместо мира. Но пробудить и отрезвиться надо нам, братья, и очистить душу от таковых пагубных пожеланий, чтобы возыметь обиталищем своим Христа. Ибо где чистота, там Христос. Такова блаженная и вожделенная жизнь. И так, жительствуя, наследуем мы Царствие Небесное во Христе Иисусе Господе нашим. 227. Время призывает нас после праздника опять к собеседованиям и обычным поучениям. И я приступаю к этому с усердием, ведая, что на это учинен я, и что горе мне, если не буду возвещать вам слова истины, сколько сил есть. Что же сказать мне вам в настоящее время? 238. Скажу, что как перед этим во Святую Четыре Десятницу каждый из вас, собрав духовное богатство, как в некую пристань, вступил во Святую Пасху, неся с собой многие и добрые приобретения добродетелей, как-то пост, бдение, молитву, трудолюбие и другие подобные старания и преподобные, так теперь предметом заботы и попечения вашего ни кое-какого должно быть сохранение всего того. Ибо не следует предполагать, что как бывает в видимой чувственной пристани, так и в духовной. Там, как только вступил, кто в пристани остановился, предается бездействию и беззаботности насчет морских волнений и других бедственных случайностей. Здесь же, напротив, от покоя плоти сильнее рассверепевает страсти, и духи злобы нападают неукротиме, и как бури какая. Дух блуда, дух чревоугодия, дух любостяжания, дух лености, дух печали, дух гордости. А при этом очень уместен страх, как бы и в пристани не пойти ко дну. Взглянул мне, когда святой Давид неосторожен на жену Урии, и что пострадал, знает читающая. Ел Яков и насытился, и отвергся возлюбленный, говорит Писание, старозаконие 32, 15. «Осизал некто бессовестно, возгорелся похотью и родил беззаконие. Слыша это, внимай, бегай мест и видов опасных по греховозбуждению. Срежи строгими правилами и глаза, и слуха, обонянии, и вкусы осязания, пищи, питье, и сон, чтобы не потопили тебя волны страстей». Страница 438. Четвертый том добротолюбия святого Феодора студита наставления монахам. «Ведать так же надлежит, что плывущий по чувственному морю невольно подвергается бурям и треволнениям. Переплывающее же мысленное море есть господины бури и тишины. Ибо если он мужественно отгоняет неуместные помыслы, то исполняется тишины с оплавателем имея святого духа, как повествуется о святом Арсении. Но у кого чувства распущены, и кто не мешает подниматься в себе похотем наподобие волн, тот сам для себя возбуждает злейшую бурю. Если он скоро не укротит взволновавшихся помыслов, то дойдет до того, что в жалобным голосом взывать пришел во глубину морскую, и буря потопила меня. Я хочу этим сказать, да господствует добрый помысл, и лучшее, да не препобеждается худшим, да властвует дух, и доведется он к лучшему.